Он сформулировал их идею, цитирую Жаботинского, фантазия о том, что арабы добровольно согласятся на существование сионизма в обмен на культурные и материальные удобства, которые принесет им еврейский колонизатор. Эта детская фантазия витает у наших арабофилов из какого-то огульного представления об этом народе, как о подкупном сброде, готовом уступить свою родину за хорошую сеть железных дорог. Каждый народ борется против своих колонизаторов, пока есть хоть искра надежды избавиться от колониальной власти. Наша колонизация должна или вообще прекратиться, или продолжаться наперекор воле туземного населения. В стране должны быть созданы такие условия, при которых местное население, сколько бы оно ни желало, было бы лишено возможности мешать нашей колонизации. Вот такая вот идеология. Были не такие, не надо думать, что были только такие. Были, конечно, какой-нибудь там Ихуд, Единство и так далее, которые говорили, что надо строить страну, в которой арабы и евреи будут жить в мире, будут жить, значит, ну, двунациональная страна. Но, честно говоря, это какая-то идеология. Вот в чем, наверное, Жаботинский был прав, что это фантазии, какие-то детские фантазии о том, что, то есть очень много разговоров, особенно среди британцев было в тот момент, что, ну, вы знаете, наверное, мы сделаем государство из Палестины. Ну, это будет такое двойное государство для евреев и арабов, в котором все будут жить вместе и, короче, все будет прекрасно. Этого никто не хотел из реальных людей, которых там надо было жить. И начинается арабское восстание. Почему? Потому что они видели, что успешные военные действия, успешные восстания арабам что-то дают. Они нападают на британские части, они обстреливают тюрьмы, они обстреливают, то есть британцы вводят военное положение.